Привет, меня зовут Наталья, и я сегодня хочу показать вам свои запасы косметики. Разгребла на три кучки. Вот это куча для лица. Вот такое маленькое лицо и такая большая кучка. Вот это кучка для тела и вот это кучка для волос. Но справедливости ради, хочу сказать, что вот этого всего еще в ванной запасы. То есть я оттуда не принесла. Это то, что я выгребла из шкафчика. Ну и шкафчик, короче, то, что у меня стоит в комнате. Мне немножко плохо, но, честно, стало меньше, мне кажется. Хотя, не знаю, давайте смотреть. Разделю видео на несколько частей. Первая часть будет про уход, запасы ухода для лица. И сейчас я поставлю камеру, и мы начнем. Я как-то попыталась разделить это на три кучки. И первое, что я буду показывать, это умывалки и затем тоники. Сейчас буду выставлять. Ну, реально неудобно мне по-другому. Я не знаю, как это все организовать. Так, вот так вот отодвину и давайте. Ну вот, примерно так. Это значит, у меня все то, что касается очищения до макияжа и умывания. Начнем вот с такой вот пудры энзимной. Это лекаты с витамином С. Мне сейчас Аравия в использовании. Энзимные пудры мне зашли, мне понравились. Физиогель вот такая для чувствительной кожи. Это какая-то умывалка без умывания. Для сухой и чувствительной. Была в каком-то тоже боксе. У меня в основном все из боксов или на супер-пупер скидках. Так, еще у меня умывалка от Мудри. Это с чайным деревом. Пенка для умывания. Ну, освежающая. Понятно, что это будет как-то для проблемной кожи, наверное, на лето. Очень хорошо. Так, есть вот такой вот от Мизон. Бальзам очищающий. С циккой и гиалуронкой. Давайте посмотрим. Я даже не смотрела банку. Тут хороший, по-моему, срок какой-то. И поэтому... Ой, на 25-й. Не прямо, чтобы хорош. Время летит. Параулт. Да, вот такая баночка. Ну, пусть еще лежит. Вот. Дальше. Вот такая с лимончиком. Это у нас Тензера. Бюджетная умывалочка. Тоже для жирной проблемной кожи. Такая штука от Neogen. Это у нас пудра с витамином С. Ее можно добавлять в умывание. И добавлять, допустим, в какие-то там... В маски, я так понимаю. Короче, какая-то вот такая вот пудра и средства. Пудровое средство с витамином С. Буду, наверное, уже где-то открывать в этом сезоне, я так думаю. Так, это у нас... Не знаю, как правильно читать. Medi B. Короче, это что-то корейское. Pure Fresh. С... Я так понимаю, с нейл. Это у нас с улиточкой. Тоже была в каком-то боксе. Вообще, в боксы всегда кладут такие огромные умывалки, что это караул. Так, это для снятия макияжа у нас. Адерма. Я, по-моему, люблю минички, когда можно попробовать и понять, что это. Рад косметика. Изи Дазит. Это у нас тоже вошелые. Ну, короче, наверное, долой твои проблемы или что-нибудь в этом роде. Так, от доктора Бабор. Вот такая вот маска-умывалка. Но это я отнесу, наверное, и к маскам, и к умывалкам. Короче, это такое универсальное средство. Есть еще Элемис у меня. Это бальзам тоже для умывания. Пока еще не открывала. Ну, в принципе, в целом, учитывая то, что сейчас в использовании, конечно, много, тут года на два точно хватит, как не больше. Так, дальше тоники пошли. Тоников у меня тоже много. Тоже прям вообще я больная до тоников. Самый большой это вот такой у меня от Апью. Это любимочка моя. Он с помпой. Очень удобный, освежающий. Я брала уже розовый у меня был, который сняли с производства. Самый мой любимый. Вот этот вот тоже крутой. Хватает на все лето, еще на осень. Скорее всего, открою как раз летом. Так, поем вот такой вот с, по-моему, с чем-то там с малиной или что-то такое. В общем, это у нас экс-валиант. Не знаю, что по срокам. И поэтому надо, наверное, будет до 11-го, 24-го, да, осенью открывать. К осенью. Еще от Паё у меня вот такой вот мист. Это было в коробочке у нас путешественницы Наталья, моя хорошая. Мне его... Ну, не мне, она как бы его положила в коробку. Я его забрала. Очень крутой. Я обожаю мисты. У меня их миллион в использовании, в запасах. Я очень люблю. Скорее всего, тоже этим летом пойдет в уход. Вот такая мини-кад Нидли. Это у нас релаксинг какой-то мист. 30 миллилитров. Удобно будет с собой возить. Летом вообще кайф освежаться. Вот такой вот от Эден. Тоже спрейчик с витаминами. Какой-то интересный. Эден, по-моему, наш российский, да, бренд? Насколько я помню. Так, 0,523. Отлично. Это что? Срок? Срок уже конец или начало, я надеюсь? А, дата изготовления. Ладно. Ну, спреи вот эти, они быстро уходят. Поэтому я вообще не переживаю. Это все уйдет, все в дело. Так, Pure Origin. Был такой бренд у нас в подружке с чайным деревом. Маленький такой тоник, тонер. Очень классный бренд. Это успокаивающий у нас тоник конкретно. Были там еще какие-то. Я уже сейчас не вспомню. Но вот этот классный. Хада Лаба моя любимейшая тоже. Обожаю, обожаю. Это с чайным деревом для проблемной кожи. Лосьон кондиционером. Такой густой. Он как такая гелевая. Ну, не гелевая. У него внутри как тягучий он слегка. То есть, его очень классно на ручке и на лицо сразу. То есть, не на спонжик. Так, вот такая вот у меня есть сейчас в использовании голубенькой. Вот еще есть в запасе, получается, с улиткой. Вот это вообще вот прям гелевая консистенция. Очень круто после масок, которые очищающие. Вот такие используют штуки. И еще я использую это после кислотных всяких пилингов. Тоже круто. Мне нравится. Так, значит, дальше. Вот такая вещь от Eizen 3. Самый крутой тонер от этого бренда. Это тонер с зеленым чаем, который самый-самый популярный. У нас вообще, по-моему, он там побил все рекорды. Но он реально крутой. У меня была маленькая версия. И он прям очень хороший. Освежающий. Он на проблемную кожу. Он на лето, на зиму. Ну, в общем, вообще вот это универсальный такой продукт для проблемной кожи и уже возрастной. 2.3 вот такой красивейший тонер кептидный. Такая вот баночка. Прям покажу вам. Очень тоже красивенько все. Это в подружке тоже был бренд. Замазанная какая-то. Я, наверное, пробовала и потом измазала. Так, тоже надо уже скоро будет открывать. Так, Eos Rhythm. Это индийский бренд из Rivgosh Alpha Glow Tonic. Это получается уже с какими-то кислотами. Так что пусть еще лежит до... Так, ага. 16, 20... Ой, 10, 24. Ну, в общем, уже долго-то ему не полежать. Ну, открой. У меня тоники уходят вообще. Прям просто. Я очень много их использую. Так, Pekalm. Вот такой вот... Такая минька. Я не помню, в каком-то был тоже боксе. Не могу ничего сказать. Этот бренд не знаю. Так, еще один Grace Day. Это у нас уже полегче такой тоник. То есть, если вот эти вот гелевые консистенции, их можно вообще использовать летом даже как самостоятельный продукт, то вот эти вот они вот чисто такие мисто-мисто. Не буду открывать. 25-й год. Пусть пока лежит. А вот такой вот от Shiseido. Это тоже был в боксе в посылке путешественницы у нас до 25-го года. Пусть лежит от Натальушки. Так, и вот такой тоник от Около. Это из последнего какого-то бокса. Очень интересно попробовать, но у меня очень много всего, и поэтому сейчас пока не буду открывать. Ну вот, соответственно, очищение и тонизирование. У нас вот такие вот запасы. Так, забыла еще вот, затерялся. У нас Пайо это. Ну и лосьон тоже тоник. Вот, у меня такой был. Мне он как-то не очень зашел, насколько я помню. Ну, посмотрим. Может, куда-то в какую-то поездку возьму. Так, ну что дальше, наверное, логично показать будет сыворотки. У меня их тоже много. Я люблю сыворотки. Обожаю. Благо, что они не так много места занимают. Сначала покажу вот такой вот от Меди Хел. У меня есть еще пэды. Это как бы и сыворотка, и тоник. Ну, мне очень нравится использовать вообще пэды. Я обожаю. Тут как бы запечатано. Я вам сейчас ничего не покажу. Есть вот такой вот пинцетик. И вы можете протереть лицо. Можете положить на лицо как тканевую маску. Ну, то есть, опять же, после там какой-то очищающей маски круто очень работает. И вот эти вещи еще мне нравятся использовать с Ньюфейсом. Так, и теперь по сывороткам. Погнали, погнали. Есть у меня вот такие вот бай-бай блемеш. Три штучки разные с чайным деревом, с вулканическим пеплом и что-то еще какой-то подсушивающий. Лосьон сейчас такая же в уходе у меня с витамином С, который надо уже подвыкинуть. Это двухфазные такие сыворотки, прижигает всякие несовершенства, осветлять и прочее. Так что вот три такие есть в запасе. Так, есть у меня вот такой вот наборчик с сыворотками вот такими, как пилюлечки. Прикольно, мне очень нравится. Это бренд Вревгош представлен. Мисс, как-то он называется, Мисс Энч или что-то такое. В общем, не помню, не буду вам врать. Капсулы МИ... Вот МИ... МИ... Молшипи, короче, какой-то. Вот, тут разные-разные они. И вы можете раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Получается использовать каждый день новую. Будет вам счастье. С собой очень удобно такое брать. Так, у меня есть еще вот такие ампулы от Садоэ. Как-то вот так вот звучит. Это мне дарила Наталья. И, кстати, тоже нашла мезороллер. Но надо было найти его в запасах ухода. Вот, так что сейчас это я его сразу в стороночку отложу. Буду им пользоваться. Вот эти ампулы тоже надо пройти курсом. Я думаю, будет здорово. Дальше. У меня есть сыворотка вот такая вот от Муто. Если я правильно произношу. Она в тревел-формате. Очень прикольно. Если куда-то с собой взять. Она, по-моему, просто освежающая какая-то. Ну, такая стандартная, так скажем. Так, есть от Тиана вот такие вот два наборчика. Сияние кожи и ягодный пилинг уход. Я их отнесу как бы тоже к сывороткам. Потому что это такое между что-то. Их надо использовать тоже курсом. Не буду сильно долго останавливаться. Тиана бренд мне очень нравится. Хороший, достойный. И если его использовать как надо, то он рабочий. Физишнс формула у меня вот такая есть сыворотка с витамином С. Она, кстати, уже с подходящим сроком. Ее надо будет брать в уход. Вот сейчас от Catrice у меня вот такой вот тоник. Это Overnight на ночь. Ночной гликолевый 5-процентный. Тоже на следующий пойдет у меня сезон. Скорее всего осенний-весенний. Ой, осенний-зимний. Так, витамин С. Остатки роскоши от It's Skin. Тоже надо быстрее взять в уход. Короче, все то, что с витаминками С, я сейчас заберу, скорее всего. От Mixit у меня вот такой вот бомб какой-то с гиалуронкой. Но гиалуронкой это всегда тоже хорошо. Есть вот такой от L'Oreal. Тоже он с чем-то с ретинолом ночной. Посмотрим, коробочка где-то уже пропала от Evelyn. Это у нас сыворотка отшелушивающая. Но это оно и к сыворотке, и к маскам, скорее всего. Я как-то неправильно сюда положила. В общем, это как кровь дракона, или как там она называется. В общем, красный пилинг. Назовем его так. Клея, вот такая какая-то бюджетная косметика. В мятой коробке все замялось у меня. Это просто обычная сыворотка вот такая. И она абсолютно какая-то супер-пупер бюджетная. Пойдет под New Face отлично. Art and Fact обожаю. Мне очень нравятся их продукты. И тут у меня сыворотка, по-моему, с зазолаиновой кислотой. Антиакне. Это даже, наверное, пилинг, а не сыворотка. Сейчас мы посмотрим. А, это вообще крем для лица. Крем для лица сюда затесался. Ну, ладно, как бы, пусть уже. Я его вам показала заранее, потому что кремам это не сыворотка. Так, вот такая у нас от Самбайми с юзой. Или как я правильно, наверное, там называю. Это тоже было в каком-то супер-пупер боксе до 26-го года. Экстракт юзу. Вот так вот это выглядит. Очень мне нравится этот бренд. Крутой. И вот тоже золотого яблока был. Бокс. Это у нас Бай Виштренд. Скорее всего так. С витамином А, бакучиолом. Какой-то супер. А, это вообще тоже крем. Ну вот, как-то у меня два крема списалось. Так что у меня сывороток не так уж-то и много. Вот. Причем, что я их очень люблю. Они у меня быстро. Вот этот, наверное, уйдет, ну, за год. Вот это количество. Так что я не переживаю. И дальше мы пойдем по кремам. Девочки, не по кремам, а тут все подряд будет, потому что у меня все перемешалось. Что-то я уже запуталась. Ну, в основном крема. Нашла еще один тоник от Grace Day с, опять же, с витаминами у нас. Отсветляющие, витамины В. Ну, короче, все витаминки. Я такие тоники тоже очень люблю. Тоник плюс один. Так, погнали. Крема. Лориаль. Вот такой вот возраст. Эксперт. Супер-пупер. Я такие использую на шею. Выкину коробочку. Мне очень нравится, что они жирненькие, насыщенные. Вообще, крема Лориаль на шею. Это самое, что... То, что доктор прописал. Я очень рекомендую. Мне нравится. Так. Маска от MaxHolic. Какая-то супер-пупер. Вообще, MaxHolic хвалит другую, по-моему, маску. Но вот эта у меня есть увлажняющая. Эту-другую я тоже хочу попробовать. Так, глубокое увлажнение для всех типов кожи. Маски обожаю. У меня очень много в использовании. И, конечно же, они расходуются. То есть, они не портятся. Даже не успевают. Так, все подряд же, да, я показываю. Это у нас крем. Что? Сцентеллой от Grace Day. У меня почему-то очень много Grace Day. Это крем для лица с мадекососидом. Успокаивающий. Обожаю мадекососид в составе. Он реально успокаивает. Если у вас кожа такая, знаете, аллергичная. Склонна ко всяким шелушениям, ко всем вот этим вещам. Центелла, мадекососито, цика. Все, что вот это вот написано, это все берите, вам поможет. Так, вот такой вот это у нас гель на прыщички. Не знаю, вот он у меня лежит. Я как бы не знаю, куда его использовать. Мне в основном нравится на прыщичке использовать такие вот штуки, как вот те лосьоны. Прижигать, чтобы это была застывшая формула. А вот это я не знаю, как оно будет застывать, нет? Ну пусть будет пока что. Так, Grace and Stella. Это я на ламоде брала. Какая-то супер-пупер маска. Я тогда начиталась, мне понравилась. И это у нас маска пузырьковая с глиной. Круто. Пусть лежит, пока что мне не надо. А вот этот бренд. Я сейчас забываю, как правильно он, короче, читается. Но, в общем, крем сияющий, сияющий крем Mist. 50 миллилитров. Был в каком-то боксе. И тут прям супер-пупер какая-то история. Буду, наверное, на лето как-то открывать. Фрудия, обожаю вот эти зеленые, их виноградные крема. И у меня вот этот вот на лето тоже пойдет обязательно на дневное применение. Потому что он легкий, он не сбивает поры. Он такой прям вот то, что надо. Освежает. Круто. Мне очень нравится. Вот такая штука у меня есть. Это в золотом яблоке брала с пептидами. Крем под глазом. G-GOT. Какой-то супер-бюджетный бренд. Я прям взяла его за копейки. Вот такой у меня крем есть. Это я вообще не помню откуда. Ну, реально не помню откуда. Из яблока, не из яблока. Где-то схватила на какой-то скидке, по-моему. Ну, в общем, он, наверное, очень красивый внутри. Я даже не знаю, что тут написано у нас. Антивозрастной крем для лица двойного действия. Ночной и дневной. С пептидами и каким-то экстрактом. Наверное, китайский. Честно, не помню откуда. Вот честное слово. Ладно. Пусть пока лежит. Так, это у меня уже... Так, так, так. Это Доктор Пептид Хьюр Крем. Это... А, это с Ламоды тоже я брала. Но пептиды я начитала в свое время. И мне прям вот я набрала всего пептидного. Но сейчас у меня только один в использовании кремушек. В принципе, нравится. Клэрс. Это у нас под глаза. Был в каком-то боксе, по-моему. По-моему, просто увлажнялка. Да, увлажнялка под глаза. Так, под глаза я обожаю тоже крема. У меня их тоже очень много. Потому что мне не подходит большинство. И поэтому я беру их, пробую, что-то отдаю, раздаю, выкидываю. Короче. Так, это у нас тоже какое-то точечное средство от Milford. Точечное против прыщичков. Вот уже два получается. Ну, очень много. Фрэшлайн. Обожаю. Просто мне так нравится этот бренд. Я про него забыла. Одно время потом наткнулась. И опять захотела, на какой-то скидке схватила. SPF20 дневной лифтинг крем. Очень классный бренд. Реально рабочая такая лошадь. Греческая. Круто. Мне нравится. Так, Art and Fact. Это что у меня здесь? Это я уже показала или нет? Я не знаю. Что это? Господи. Я уже запуталась. Столько всего. А, это, скорее всего, этот пилинг. А, сыворотка для лица с альфа-липолевой кислотой. Ну, вот сыворотка еще одна нашлась. Так. Значит, это я уже показывала. Джумисо. Вот такой вот бренд. Очень я тоже люблю. Это у нас такой легкий кремушек. Ну, по типу Фруди. Вот что-то, я так думаю, из этой серии, из этой линейки. Так, вот этого Арджена. Это у нас алоэ. Очень классно на алоэ делать нюфейс массажики. И очень круто после загара. Вообще алоэ на тело, на лицо, куда хотите. Можете делать как маску, просто как увлажнялку. Супер. Мне нравится, как работают гели алоэ. Вот такая вот штучка. Это у нас Viva Life. Раньше это называлось вазелин. Сейчас Viva Life. У меня еще большая банка вазелина не закончилась. Но вот это вот тоже есть уже в запасе с шоколадом. Вот это у нас из посылки путешественницы гель. Тоже алоэ. Круто-круто. Так, это у меня пилинг гель с коллагеном Grace Day. Ну, пилинг-скатка обычная. Тоже классно. Мне нравится. Вот такая масочка какая-то, бюджетная маска пилинг ночная. Тоже интересно будет попробовать. Это Bell Cosmetics. Так, еще Art and Fact. Или я уже его показывала. Да, это который крем со злоинкой. Я показывала. Вот такая маска от Likata с цинком. Ну, не знаю. Как-то Likata все не очень любят. Я еще не могу ничего сказать. Так, про коллаген крем от Elimis. Был в каком-то тоже боксе. Очень спорная такая штука. Мне Elimis, все про него как бы шумели одно время. У меня была большая банка. Я тоже про это рассказывала. Мне как-то вот, я не помню, чтобы он мне прям супер понравился. Но, в целом, я думаю, рабочая история. Посмотрим, будем пробовать. Вот такой вот скраб я недавно выиграла. Пока снимала видео, выиграла. Индустрии красоты у нас есть местные. Тут магазины косметики. И вот он просто огромный. Но срок годности у него подходящий. Надо будет брать в уход. Так, это у нас маска с витамином С от Earth Rhythm. Которую я тогда набрала опять же в Ривгоше. И тут, ну, слава богу, пока годность позволяет полежать. Дальше, дальше, дальше. Господи боже. Вот такие две. А, нет, вот еще маска с прополисом. Сам Байми тоже на какой-то супер-пупер скидки я брала. А, я баллы списывала в Ривгоше, я вспомнила, да. И это у нас успокаивающая маска с витамином В5, прополис, Глоу, короче, я думаю, будет интересно тоже попробовать. Я такие вещи обожаю. Так, вот это вот тоже, зачем гонялись все, я помню, в этой коробочке. Золотого яблока популярная, она очень, просмотров очень много даже. Сам Байми, крем с ретинолом. Посмотрим, мне ретинол не совсем заходит, может быть, этот зайдет. Патчи с киви, тоже с какого-то бокса. Патчи под глаза никогда лишними не бывают. У меня еще где-то упаковка была каких-то патчей. Не помню, где она, господи. Ну, сейчас, может быть, и увидим. Так, урьяш ночная масочка у меня из запаси, я очень рада. Я тоже взяла ее в Ривгош на какой-то супер-пупер скидке. Смотрите, ну, скажите же, ну, не так еще много. Это не самое ужасное, что вы видели в этой жизни. Так, ладно, смех смехом. Крем вот такой вот от Сынка. Это тоже золотого яблока, я на какой-то скидке схватила. Они все легкие, они такие все вот. Я крема как бы, ну, беру легкие, не беру тяжелые, потому что у меня забивают поры тяжелые крема. Я лучше возьму сыворотку рабочую и закрою легким кремом. У меня такое вот мнение. Так, The Act. Это у нас крем под глаза. Какое-то что-то... Lightenweight. Короче, осветляющий, скорее всего. Тут еще что-то под глаза. Это у нас Exelence... А, это Express Corrector, да, тоже с последней какой-то коробочки. Интересная штука. У меня это в белом таком, белом каком-то розовом цвете. Я все пыталась найти номер, так и не нашла. У Натальи смотрела тоже. Она прям назвала номер, по-моему, у него 01. А у меня вот такой белый. Я не знаю, какой-то номер. Где это написано? Боже мой, просто... Ну, неужели я такая ку-ку? Наверное, где-то написано. Ладно, бог с ним. Короче, вот такой Express Corrector. Это надо тоже пользоваться, смотреть. Так, это у нас Detox Cleansing какой-то. Из, по-моему, еще заграничной даже коробочки. Есть вот такая вот Essence маска ночная. С лавандой. Буду пробовать. Ночные маски люблю. Я знаю, что они рабочие. Филорга. Вот такая у меня штучка. Это плампинг-крем. Увлажняющий. Плампинг это как наполняющий. Он влагой, я так понимаю. Ну, тоже будет очень интересно. Пробить филорга, конечно, очень крутой бренд. Вот G-Gott у меня BB-крем от... Это корейский какой-то бренд. Я уже показывала. Он очень классный. А, нет, не показывала. Вру, вру, вру. Я думала, что я вам показывала. Я его просто пробовала в яблоке. И он прям вот очень-очень достойный. Как на руке. Он себя хорошо повел. Я думаю, ну, этим летом нет. Ну, короче, я посмотрю. Может быть, к осени он у меня сгодится. Так, Aven. Это у нас умывалка для макияж. Airborne. Это уже малявочки тут пошли. Airborne. Вот такой Skin Hero. Это у нас перфектор какой-то. Transformation. Короче, это, ну, типа крем, наверное, что-то такое. Так, это у нас 417. Какой-то супер-пупер тоже. Face Moisturizer. Это, скорее всего, крем. Я уже так без разбора. Clorans. Это праймер какой-то супер-пупер у них. Тоже буду пробовать. Хотя я к праймерам так себе. Бальзам для губ тут затесался. Вот такой. Это из магнита, я помню, да. Крем под глаза. Фюханги. Короче, вот это из L'Etoile. Я точно помню. Маленький объемчик такой. Брала, докидывала. В корзину надо было. Так, это у нас пудра. Вот такая интересная. Dermafactory. Это пудра, ну, как типа подсушивающая. То есть ее куда-то или добавляете, или с ней умывается. Будем разбираться, когда буду открывать. Урьяж у меня. Гель. Что это? Клинзин. Умывалка. С собой можно куда-нибудь увезти. Пайо. Это у нас крем с витамином. Какой-то супер-пупер Radiance. Вот это мне линейка нравится. Кремов именно. Мне CC крем нравился. Ядах у нас супер увлажняющий какой-то крем. И Косфоркер. У меня, я, кстати, показала вам тогда покупки из золотого яблока, но не показала, как выглядит этот наборчик. Здесь очищающий бальзам. Тревел форматы. Для того, чтобы попробовать. Что? Я все раздербанила. Ужас. Кролу. Для того, чтобы попробовать бренд, мне кажется, очень даже зайдет. Потому что нещадно, нещадно все вытащила. Так. Это у нас масло. Такое. Пюр стоит. Это у нас... Что это? Господи. Кедрейтинг. Ну, короче, увлажнялка. Что? Две увлажнялки? Угу. 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 Все понятно, но ничего не понятно. Одна побольше, другая поменьше. Такой набор. Сейчас я прочитала, вам скажу. Так. Здесь, значит, получается гидрофилка. Господи, как я плохо вижу. Гидрофильное очищающее масло для лица. Увлажняющая эссенция для лица. И увлажняющий крем. Оно, значит, поменьше это эссенция, а это крем. Вот. Такой вот Тревел. Сейчас его потом спихну в коробочку. Так. Вот такой у меня крем от Эйвелин. Что-то там 60+. Плюс это на шею пойдет. Пусть. Ну, я люблю такие жирные, опять же, повторюсь. У меня есть запас вот такой вот тканевых масок. Я их все не буду показывать. Вот это мне вообще подарили при покупке стульчиков в салон массажный. Дали маску. Ну, очень интересно. Пальчики. Это просто маски с хорошим сроком годности. Они у меня лежат в запасах. Потому что те, которые срок годности подходят, у меня лежат в другом месте. Я вам их показывать не буду. Их много. Все. Вот это все то, что у меня есть для лица. Уложилось 27 минут. Обалдеть. Спасибо вам большое за то, что посмотрели. Пишите. Как вы считаете, это много или мало? Ну, мне кажется, вот, ну, честно, положа руку на сердце. Тут все как бы нужное. Тут не прям, чтобы капец тухнет. Тут все вот то, что вот я захотела что-то. Раз, залезла рукой. И у меня это есть. Мне не надо бежать в магазин. Мне надо думать, что у меня там закончился какой-то крем. И, ну, я считаю, это я себя не оправдываю. Я просто себя... Ну, это реально мне так легче жить. Я себя как бы вообще люблю. Люблю себя баловать. Но когда я сажусь на диету, на косметическую, это просто для того, чтобы чуть-чуть притормозить. Потому что надо это расходовать. Я не успеваю это расходовать. Вот. И я посидела сколько, получается, 3 или 4 месяца. Но я брала боксы. Не удерживалась, да. Брала какие-то парфюмы на хороших акциях. Но все равно покупала я меньше. И я молодец. Теперь я сейчас вот все это разложу, разберу. Я буду понимать, чего мне не хватает, допустим, брать тоже. Только по необходимости. То есть у меня вот этот год все-таки такой, знаете, я, конечно, сорвалась, чуть-чуть накупила. Но этот год все равно у меня остается в режиме такого неэкономии. Нет, ни в коем случае неэкономлю на себе. Не вижу в этом необходимости. Да и нужды как бы нет. Просто это вот для того, чтобы сократить. Ну, это место занимает, понимаете. Вот такая вот история. Все. В следующем видео покажу вам уход за волосами, за телом. И я надеюсь, вам понравилось. Пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Спасибо за просмотр.